Демократы в Нижней Палате Конгресса выступили в защиту президента Джо Байдена в связи с найденными в его прежнем офисе секретными документами. Около 10 таких бумаг обнаружили адвокаты главы Белого дома в центре имени Байдена Университета Пенсильвании. Президент до середины 2017 года использовал это офисное помещение, а сами документы относятся к периоду его вице-президентства. В связи с этим Комитет по разведке Палаты представителей, находящийся под контролем республиканцев, потребовал провести оценку ущерба для нацбезопасности страны. А директора национальной разведки Аврил Хейнс просит определить, было ли произошедшее нарушением закона, включая закон о шпионаже и закон о президентских документах. Это лицемерие республиканцев в своем лучшем проявлении. Когда у бывшего президента нашли 320 документов в его личной резиденции, они сказали, что, цитирую, это не будет приоритетом. Что сделал Байден, так это сообщил об этом в архив. Президент поступает так, как и должен поступать. Он раскрывает об этом. Он ставит архивы и правоохранительные органы в известность. Независимо от федеральной проверки, откровение о том, что Байден мог неправильно обращаться с секретными или президентскими документами, может стать политической головной болью для президента, который назвал решение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа хранить сотни таких бумаг в своем частном клубе во Флориде безответственно. Ну что ж, к нам сейчас присоединяется Питер Казник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне. Здравствуйте, Питер. Спасибо, что согласились уделить нам время. Скажите, ожидаете ли вы, что вся эта история в случае с Байденом может иметь последствия? И насколько они могут быть серьезными, как вам кажется? Правовые последствия, естественно, не будут серьезными для нынешнего президента. Политически уже вопрос. Думаю, тут у него могут возникнуть проблемы, особенно учитывая тот факт, что насчет Трампа сейчас ведется расследование о том, что он якобы намеренно, неправильно использовал секретные документы. И Байден может сослаться на то, что все было в честную, он просто забыл и так далее. Таким образом, это освобождает его от правовой ответственности. Трамп намеренно занимался сокрытием документов по факту. Тот факт, что Байден забыл 10 документов, ситуация представляется таким образом, что его агенты нашли их и сразу передали в Национальный архив. Трамп, в свою очередь, имел сотни документов, тысячи в сумме. И когда Национальный архив узнал, что этих документов нет, он сделал запросы Трампу, а Трамп отказался их отдавать. Понимаете, отдал какую-то часть, и уже Департамент юстиции дал ему повестку, что нужно вернуть остальные документы. Затем Трамп еще подождал, вернул еще чуть-чуть документов, затем ФБР ворвался в Мар-Лага и увидел, что там этих документов еще лежит огромное количество. Поэтому сравним ситуацию. Байден забыл 10 документов и вернул сразу по тому, как нашел. У Трампа этих документов были сотни, если не тысячи. Врал об этом все несколько раз и отдал только когда ФБР пришел. Да, но все равно об этом, в общем-то, и говорят демократы, об этом сегодня они говорили в Конгрессе, что, в общем-то, нельзя сравнивать эти две истории, поскольку, да, действительно, Байден поступил так, как он должен был поступить. Сразу об этом сказал и сразу поставил в известность и архив, и правоохранителей. Но, тем не менее, выражается мнение, что если история с Байденом, если ее попробовать замять, то, в общем-то, и расследование по делу Трампа в отношении секретных бумаг тоже прикроет. Как вы считаете, будет так именно или все-таки в отношении Трампа будут какие-то последствия, а Байден избежит этого? Есть действительно возможность того, что теперь это станет политически радиоактивным таким делом для департамента юстиции. Если раньше у Гарланд на счет Трампа была сильная рука, то теперь, естественно, тот факт, что Байден там потерял документы, можно использовать как противовес. Но в любом случае государственные лица не должны использовать документы, которые принадлежат иностранному архиву. Но, опять же, как я уже говорил, дела действительно разные. Трамп эти документы фактически прятал, не хотел отдавать. И зачем? Уже другой вопрос. С политической точки зрения, в проигрыше только департамент юстиции, поскольку республиканцы теперь возьмут это все на штыки. И вообще у республиканцев в целом намечается такая политика, что, мол, раз есть контроль над палатой представителей, давайте расследовать все, что можно, поднимать вопросы вокруг Джо Байдена, Хантера Байдена, ФРУ, ФБР и подоготную всех и вся. Поэтому я, честно говоря, подсказываю эру грязной политики. Вот хотелось бы вспомнить историю с использованием Хиллари Клинтон личной почты, просто для того, чтобы, так сказать, предположить последствия какие-то. Насколько вот это совместимые истории в плане, так сказать, критического чего-то, да? То есть вот это хранение секретных документов и использование личной почты. Это равнозначно или все-таки это разного уровня нарушения? В случае с Хиллари Клинтон было проведено расследование, нашли тот факт, что имейлы на самом деле не были никакие секретные, и, в принципе, после этого дальше расследовать было нечего. Но послание тут очевидно. Республиканцы в политическом смысле будут и использовали возможность подорвать репутацию Хиллари Клинтона и такую тень на нее свалить, что, мол, она не квалифицированный политик. Так что насчет Джо Байдена, не знаю, его сокрытие такой якобы документов никакой угрозы американской на садбез безопасности не представляло. Опять же, Трамп прятал сверхсекретные документы, а у некоторых был гриф «сверхсверсекретных». То есть, понимаете, просто в особняке господина Трампа, уже по факту гражданина США, а не президента, хранились эти суперважные документы, и ситуация очень разная. Давайте понимать четкую разницу. Я не защищаю Байдена, не говорю, что он ангелочек и не должен нести никакого наказания за свою неряшливость, но главным последствием всего этого дела будет политическая такая конъюнктура, которая снизит возможности Мэри Гарленда преследовать Трампа по закону. Что ж, посмотрим, насколько она стойка и сможет ли продолжить преследовать Трампа как должно. Я не фанат Джо Байдена, опять же, не демократ, но нужно, давайте, называть вещи своими именами. Байден по факту ничего такого не сделал и раскаялся, исправился. Трамп — совершенно другая история. Месяцы, месяцы мы обо всем этом слушали, и по факту там было препятствование правосудию и всякие прочие отягчающие факторы. Если бы кто-то еще, а не Трамп, это сделал, уже давно бы сидел в тюрьме. Трамп — бывший президент, и таким образом пытается запугивать, в свою очередь, Министерство юстиции и соскочить с их крючка. Но если его не будут судить по всей строгости, то это будет огромной ошибкой, и граждане США такого не забудут. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что с нами был Питер Казник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне. Спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!